Что, идёт запись? Вот, по идее, там все окей нажали, да, и я, наверное, тоже. Вот ещё раз привет, друзья! Это занятие по гитаре в Школе свободных наук. Меня зовут Аня Анисимова. И я, в принципе, уже научила вас, а кому-то просто помогла вспомнить, как работать со звуками на гитаре с отдельными, как работать с перебором, техника игры четырьмя пальцами. Арпеджио ещё называется у таких музыкантов. У пианистов это есть, у укулеи это есть. Арпеджио — это как арфа. То есть вообще само слово. Арпеджио — это некий приём, который похож на арфу. Вот, как арфа последовательно играет музыкант, перебирая струны. Вот так вот и на фортепиано, на гитаре. Вот, мы тоже можем играть арпеджио. И бой. Бой — это вообще, как бы я вот в последнее время задумываюсь, понимаю, что бой сам по-английски — бит. Значит, чисто ударный — это такое понятие. Понятие ударов. Ударов вниз, ударов вверх. Так, давайте я сделаю звук. Я напоминаю, что мы можем выбрать звук для музыкантов. На компьютере его можно просто найти в настройках аудио. А на телефоне его надо сделать в настройках аудио, а потом ещё активировать на телефон. Вот, в данной конференции, в нашей. То есть, дважды обычно на телефоне мы выставляем этот звук. Ну, вот у нас, получается, на прошлом занятии, на одном из прошлых занятий, я вам показывала, как играть песню, которая называется «Звезда по имени солнца». И у нас, давайте, наверное, всё-таки на правую руку больше. И там тоже, в принципе, как... Ребят, извините. Что-то у меня либо заряжается, либо... Либо... Хорошо видно одно из двух. Не получается оба этих... Оба этих условия выдержать. Значит, по правой руке, что касается, да, что касается правой руки. У нас, получается, шли аккорды E, M, G, A, M и D. Эти аккорды в нашем чате были, значит, на такой нарисованной в CorelDRAW картинке крупно, в свете. Вот. И вот, собственно говоря, там шесть аккордов на картинке, а мы используем всего четыре аккорда. Надеюсь, они всем более-менее понятны. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы по этим аккордам, то вы можете их задать. Всех есть... Всем как бы понятно, как это делается, да? Или менее. E, M, G, A, M, D. Вот. И вот, собственно говоря, сам бой, он получался у нас такой по плану. Значит, вниз, вверх, чик, вверх, вниз, вверх, чик. И последнее движение пустое, никак не озвученное. Рука просто поднимается наверх, ничего не трогая. И у нас с вами получалось вот. Это, если нет, каждый аккорд по два раза. Два раза, E, M, два раза, G. И как бы мы с вами встретили такую трудность. Всем, многим, по крайней мере, было трудновато вот эти движения, да? Сразу после него делать удар вверх. Вот. Это прям было трудностью. Оно, в принципе, может какое-то время оставаться трудностью, но если принять внимание, что само это движение, оно равносильно удару вниз, оно идет на месте удара вниз. Вот. То есть мы можем даже так тренироваться, да? Вниз и вверх, да? То есть вверх играем, а вниз делаем вот это. Ничего такого. Или просто. И постепенно начинаем как бы в этом чувствовать себя спокойно. Для того, чтобы у вас хорошо получался бой, я уже вам рассказывала, нужно непременно выдержать вот на правой руке положение локтя. Потому что если у вас локоть не очень правильно лежит, если, например, ну по-хорошему начинающий должен с подставочкой играть, и вот этот весь корпус вниз направлять таким образом, чтобы вы положили, значит, давайте-ка на самом деле так и сделаем. Потому что это не очень, конечно, хорошо. Ну там, ну там, не с подставочкой, или, 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 или. Сейчас, ребят, возьму как подставку, чтобы честно просто все было, как у вас. Подставка она потом, получается, не очень нужна. Потому что, когда ты уже, у тебя руки нашли, да, все правильные места уже научились играть, как бы пальцы настроились на гриф, и все как бы работает уже нормально, то нам подставочка не нужна. Вот. Но для начинающих она гарантирует правильное положение гитары и правильное положение рук. Это прям важно. Вот. И я потом ее поставлю, вот, и сделаю вот так. Вот так я сделаю. Вроде получается. Вот. И каждому, конечно, нужно найти там удобные штаны, удобную табуретку. Все такое вот удобное, чтобы ничего нигде не жало, нигде ничего не давило, и чтобы ты себя чувствовал хорошо с гитарой. И вот у тебя, как бы, получается, плечи должны идти вниз. Вот. Не вот так вот, да, как вот часто получается у нас с гитарой. Плечо вверх, вот. И она должна идти вниз, и тогда рука будет свободна себя чувствовать, и от нее будет требоваться очень мало для того, чтобы сыграть. Вот. Да, то есть такое... Импульс, он идет от локтя, фактически он очень маленький, и под тяжестью, собственно, веса, ручкой может совершать движение. Вот. Ну, собственно говоря, а я так подозреваю, что какая-то наша часть, например, вот Алина, может наверняка эти аккорды сыграть. Алин, попробуй. Ты в прошлый раз уже прям играла? Частично. И будет там все. Вот. Я же с вами дальше пойдем, пока я с вами тебя послушаю. Угу. Угу. а 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 да молодая сумочка петь пробовала под это дело напевать нет нет пока смотри что я хочу тебе сказать вот у тебя получается такой знаешь как бы стиль как будто как будто это какая-то латиноамериканская музыка да вот из-за того что первое что ты делаешь это делаешь удар ну как бы планировалось что он будет такой резкий и как бы очень четкий он такой главный тут там допустим а у тебя получается что ты самый первый удар вниз играешь большим пальчиком большой пальчик мягкий и он вот так не может сыграть то есть он будет вот так и у тебя получается знаешь как бы типа у тебя получается на той же основе немножечко другой как бы бой в принципе это хороший на самом деле опыт потому что так рассмотрев это все ты понимаешь что чуть немножечко меняешь и тебя получается другой стиль оказывается все вот так работает да то есть вот как бы ты можешь сыграть а можешь сыграть окей мы получается будем нам будет достаточно найти отличия да и понять в чем принципиальное различие и мы сможем всякие разноплановые песни петь тогда практически одной и той же схемы руководствуясь в чем разница разница у нас сейчас получается в том что вот ты делаешь удар вниз большим вот наверное у этого есть какая-то история может быть как бы расскажи как ты вот сама вот этот рассматриваешь момент или это просто так случайно получилось скорее случайно получилось вот ребят как бы очень на самом деле если честно вообще тоже частенько получается всякие такие штуки случайно то есть они как бы не собирались например условно говоря любой играет человек вот и случайно попадает не по той стрелочки идут вниз вверх вниз вверх вниз вверх какие-то играются какие-то нет и вот допустим человек не собирается стрелочку играть и играет а ту которую собирался играть промазывает по ней и она у него не звучит и из этого образуется новые ритмы и как бы мы смотрим музыкантов и думаем боже что же он только такого там на придумал а он не придумал он просто промахнулся и у него получилось случайно что-то такое оригинальное интересно да вот попробуй сейчас если можно алина сыграет как бы небольшим пальчиком а просто всей ручкой вот как бы всей ручкой ты получается трогаешь вот указательным пальцем плюс-минус да вот струны его углом мне это как бы уголком получается попробуем вот это просто как эксперимент да вот что-то глупо можно делать а чем тогда играем мы всегда играем вот этой частью руки смотри вот ну типа такого получается угу тут а мне там ты быть projets не ertos ты ли вы Продолжение следует... Умничка, молодец. Так, кто еще у нас пробовал? Давай, чтобы мы сейчас Алину одну не сажали, да, отдуваться за всех. Давайте попробуем еще кто-нибудь сыграет. Китти, давайте вы сыграете тоже те же самые аккорды. Китти, сыграете? Давайте, попытаюсь. Здравствуйте. Те же самые аккорды, ребята. У меня тоже с боем чуть-чуть проблемы. Подождите. Угу. Вот у меня с аккордом Д. Это не очень получается. Мы занимаемся, что-то такое. Мне кажется, мы в середине июня, да, пошли на этот курс. Что-то такое. Вот. Это очень хорошо. То есть вам посоветуют очень многие ребята, которые в музыкальной школе пошли. Потому что они туда часто идут, вот за Цоем. Вот. А им приходится очень много чего сыграть, прежде чем им дают Цою. Ну, или они сами там могут себе ему позволить. Вот. Поэтому, ребята, вы молодцы. И вы, Китти, тоже молодец. Значит, смотрите. Теперь по поводу боя. Мы пока не про аккорды. Аккорды нормально. И, ну, как бы... И когда гитарку немножко не строят, я тоже сейчас не буду придираться к этому на уроке. Хорошо? Потому что, как бы... Ну, это такие дела сейчас, когда жарко. И у меня она может прямо посередине урока расстроиться. Я про саму схему, про самопоследовательность. У нас, получается, идет вниз-вверх чик. Вверх-вниз-вверх чик. Вот. И вот этот чик, он такой, в принципе, он нам, знаете, кроме того, что он просто какую-то роль играет ритмическую, он нам еще, знаете, говорит, остановись, расслабься немножечко. То есть, как бы, не беги. То есть, вот в этот момент мы чуть-чуть расслабляем просто руку. И себе позволяем немножко такое маленькое расслабление. И получается вот так. То есть, мы не смешим в этом движении. Попробуйте и вы тоже. А оно уже потом тоже в конце есть. Оно есть там-пам-чик, там-пам-пам-чик. Оно уже в конце тоже есть. И только после него мы идем наверх. У нас получается вниз-вниз-вверх чик, вверх-вниз-вверх чик. И потом повторяется цикл. Попробуйте еще раз. То есть, мы вот, у нас перед ударом вверх как раз вот эта штучка и будет. Попробуем. А можно вот чуть-чуть, знаете, что, подвиньте, если можно на левую ручку телефон, чтобы телефон, в телефоне была видна левая ручка. Там G, потом у нас, вот давайте G, потом сыграем. Это у нас АМ, АДЖИЛ на третьем ладу, да. АМ, АДЖИЛ на третьем ладу, да. Да. Да, слушайте, все, пока вот я здесь вас не буду дальше мучить. Мы это играем дважды, да, всю эту историю. Вот у вас сейчас хорошо получается, просто себе поставьте, как бы, такую заметочку, что мне нужно вторую эту звездочку не забыть. Да, она у нас, как бы, не забыть вторую звездочку. Вот. И поскольку у вас здесь технических сложностей уже нету, я, как бы, вот здесь замечательно все вам, как бы, зачетик ставлю, что одно, что другое. Вот. Кто хочет еще попробовать этот бой? Мало ли, кто-то, может, сомневается, что получается. Да. Аня, я бы хотела. Здравствуйте. Здравствуйте. О, Оксана, привет. Я очень рада видеть. Рада, что ты пришла. Вот, да. Вот, да. Привенька появилась, хочу попробовать. Вот, я не совсем тоже поняла этот бой, но вот, смотрите, как у меня выходит. Сейчас я тебе поточнее скажу. Смотри, надо сделать так. Вниз, вниз, вверх, чик. Вверх, вниз, вверх, чик. Сейчас, давайте, ребят, я вам из этого из... И, как бы, всех, конечно, призываю. Ребят, значит, на канале Школы Свободных Наук потом выйдет запись этого урока. Если вдруг вы не в нашем чате еще пока, вы можете там написать в комментарии к этому видео. Ребят, я не с вами. Давайте, пришлите мне ссылочку куда-нибудь на... Значит, на наши эти все... На наш чат, ватсапе. А в чате ватсапе у нас же есть вот эта, вот эта схемка. Вот. И вы, как бы, на нее как раз смотрите, Оксана, можете вот сыграть. Попробуйте. Попробуйте, что-то я, да, не так ее рисовала. Вниз. Да. Совершенно верно. А потом Джи. А, потом Джи. Все, поняла теперь. Так, Джи вот так. Даша, я сейчас играю. Потом АМ. Да, все правильно. Потом АМ. Угу. И потом Де. Де. Угу. Угу. Оксан, все замечательно. Вот. Все абсолютно верно. Вот. Ребят, смотрите, почему я так эмоционально сейчас вот на Оксану отреагировала. Я просто хочу тоже для всех привести пример. Вот. Оксана с Дашей записалась на занятия, вот, весной. И потом они уехали. Правильно? Там Оксана уезжала, Даша уезжала. Вот. А поскольку, значит, вот, получается, им пришлось эмигрировать из своей страны, они пережили эмиграцию, им вообще было тяжело, как бы, ну, сам переезд там тяжелый, адаптация тяжелая. Вот. И получается, как бы, Оксана больше Дашу, как бы, хотела на занятия протолкнуть, как бы, чтобы Даша скорее занималась. А получалось так, что Даша уже умеет чуть-чуть играть. Вот мама совсем с нуля была, да? По-моему, совсем-то ничего, как бы, прям с полного нуля. Да, я гитару вообще не умела, не вдирала руках. И у них так, вот, прям на уроке это все выглядело таким образом, что там вот мама начинает играть, Даша такая, мам, дай-ка я. Вот, там, типа, вот. Она немножко поиграет, там, типа, все, я устала, я пошла. А Оксана такая, так, я сейчас попробую, давайте. Вот. И то есть она, с одной стороны, как-то вот на двоих делилась, и вроде как, вот, ну, как бы, Оксане надо бы побольше, и Дашу надо бы побольше. Они так друг друга немножечко, вот, вот. И потом они ушли отдыхать на лето, а я сейчас, я вижу Оксану, я вижу, что ничего не пропадает, как бы, вот, тебя не было месяц, мы с тобой месяц-полтора не виделись, там, и тогда редко виделись, вот. Ничего не было, и у тебя все сложилось, понимаешь, ты дальше там все это потихонечку можешь посмотреть уроки, вот. То есть только запустить процесс правильно, и все дальше начинает работать. А, ну, руки нет, я вот, да, извини, перебиваю, я просто взяла сегодня гитару, и ты, знаешь, удивилась, я легко села, как надо, как ты учила, легко, ну, вот, я понимаю, как рукой двигать, и даже вспомнила, ну, не так долго, да, ставила аккорды, ну, чуть-чуть. Да, получается, когда ты только начинаешь, ты такой, боже, как это раскорячить, да, ну, грубо говоря, там, типа, вот, это же же вообще невозможно, вот. А потом проходит какое-то время, а этот наш, ваша волшебный мозг, потрясающий совершенно, он нас, как бы, ну, он, оказывается, там, как будто все это там вот по полочкам раскладывает, мы таки отдыхаем, мы вообще не в курсе, что он там, что он туда делал, потом садимся, и оказывается, что он там все уже, ну, более-менее так это настроил. Для меня это просто потрясающе, то есть если бы я об этом знала раньше, если бы я знала раньше, что не обязательно бить головой об стенку постоянно, да, чтобы что-то достичь, что, ну, просто можно так спокойно, спокойно иногда подходить и что-то играть, и не чувствовать себя виноватым, что я там что-то недостаточно много занимаюсь. И вообще, если честно, то я бы больше счастья бы получила, и больше бы радости от музыки бы получила. И мне это единственное, за что мне обидно, что люди очень, очень много страдают, как бы, обучаюсь, да, вот, как бы, страдаю, сомневаются, там, что-то, вот, как бы. А на самом деле лучше, конечно, вот, как бы стараться просто на все максимально смотреть вообще философски. Сейчас заболел, я потом догоню, я там сейчас не смог, я потом смогу. Но когда ты можешь, там, вот, пять минут, там, две минуты, это очень классно. Вот. Оксану посмотрели, кто-нибудь еще хочет попробовать? Потому что я там дальше, там вот, Машенька, Маш, ты ручку держи, а эти ручки не всегда замечаю у меня просто это. Вот. Ты что-то хотела сказать? Я хотела спросить, в этом бое, который вы показали, там еще и пунктирная стрелочка в самом конце. Да. Это, это, смотрите, друзья, как бы, сейчас потом мы еще, когда будем другие виды боя изучать, там тоже, это пустая пунктирная стрелочка будет встречаться. Когда я рисую стрелочку пунктиром, это означает, что мы не играем и не трогаем вообще струны совсем, да, то есть ничего на них не делаем, просто проводим руку вот так вот. Вот. И этими своими пунктирными стрелочками я, честно говоря, на данный момент, я не знаю, может быть, завтра будет по-другому, но вот, как бы, это была моя как раз важная очень, то, что мне не хватало. Я прописываю все. Музыка это очень жесткое количество всегда одинаковых движений, либо это восемь, как у нас сейчас, и мы все можем посчитать, да, там, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь пустое, вот, да. И у нас, как бы, нету такого, знаете, как бы, вот, я это играю по длине, а это играет покороче. У меня в голове должны быть выстроены все моменты, все вот просто, как, потом это можно будет под метроном работать, включить метроном, который вам чик-чик-чик-чик-чик. И вы будете знать, на какой, ну, как бы, что вы будете делать в каждый момент времени. У вас не будет такого, ой, а здесь пауза, а сколько она длится? А насколько это длиннее другого? В этом, как раз, весь и секрет, что все должно быть посчитано. И вот у нас, как бы, в этом бое, да, Маш, у нас получается восемь движений, и восьмое пустое. А это логично, потому что для того, чтобы сыграть первый удар вниз, нам необходимо все равно руку поднять вверх. И желательно это делать спокойно, без истерики, и знать, в какой момент мы должны будем это делать, да. То есть, соответственно, получается. Вверх. То есть, у меня вверх. Вот эта стрелочка пунктирная вверх. Понятно, да? Вот. Ну, может, попробуйте, Маш, тогда быстренько, вот, как бы, раз уж у вас тут целая компания такая собралась, давайте все будем пробовать. Я просто не знаю, будет ли слышно. Попробуйте. Машенька, а вы можете немножко сделать камеру пониже, чтобы я руку увидела? Я сейчас попробую. Вот, вот, вот так вот. Если я хотя бы чуть-чуть ее вижу, у меня уже проще. Давайте. Супер, замечательно. Да, да. Я там какие-то моменты, знаете, я пока не буду прям все слушать, ладно, потому что я еще вам хотела показать проигрыш. И как бы, как бы, но сам смысл я поняла. Я там очень много просто звук сейчас пропадает, но в какой-то момент прям было слышно суть, да, вот, как бы на одном из аккордов, на АМ, по-моему. Там было прям слышно, как вы играете чуть-чуть, вот, и все правильно. Присылайте, если можно, там нам запись вот в чате, потому что я тогда смогу спокойно ее посмотреть, послушать и вам как бы все это ответить. А сидите, держите, ребята, вы все у меня вообще, если честно, я тут на самом деле бы, мне бы вас надо, конечно, тут заскринить, потому что вы такие красивые. Ой, боже, я не вылетела случайно. Нет, слава богу. Вот. Я же здесь, ребят, я не вылетела? Да, ладно. Как мне вас заскринить? Так, давайте, улыбнитесь красивенько мне всем. Вот, все, птичка вылетела. Вот, потому что у вас, смотрите, друг на друга посмотрите, у вас очень хорошо, у всех гитара расположена, у всех очень хороший этот наклон. Вот, и мне вас всех очень хорошо видно, и вроде все это, да, все здесь. Смотрите, значит, как бы то, что я сегодня Федора присылала. Федор, вот у меня к тебе вопрос. Ты же посмотрел, наверное, мое видео, да? Да, 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 посмотрел. Я тебе сыграла. А давай попробуй сам сыграть. Ой. Ну, получается, у меня... Так. Ну, тут все свои, не обидно на тебя. Не обидно на тебя. Секунду, вот, ну, я сейчас вспомню, как играется. Пока можно другого спросить, пока вспоминаю тут. Давайте, да, 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 вспоминаем, да? Я могу помочь вспомнить, можешь, чтобы я вам не вспомнилась, если ребятами показать. Смотрите, когда ты играешь наше выступление, секс начало глаза на руку, это очень сложно. Если вы видите по микрофончику, то и переходим. Да. Вот. Даже мне, даже когда, там, я уже, там, в каком-нибудь пятом или шестом классе музыкальной школы училась, уже давно играла, почему-то это казалось запредельно сложным. А там, на самом деле, все очень просто. Сейчас я вам покажу. Значит, что происходит? Еще раз просто, ну, как я вам на уроке показала, в чатике показала. Значит, вот есть аккорд АМ. На самом деле, здесь от него все пляшется. Вот аккорд АМ, три пальца. Вот. Но в нем не нужно безымянный пальчик зажимать. И мы, когда, вот берем только два пальца, на второй струне, на первом ладу, и на четвертой струне, на первом ладу, играем вниз. Как бы не так сделать, чтобы было вам видно. Вот. Потом, когда играем вверх, поднимаем пальчик указательный. Я сейчас криво играю, потому что поддерживаю гитару. То есть, у нас туда два пальца получается, а обратно один. Потом обратно вниз. А еще раз мы подставляем этот пальчик указательный. И на ударе вверх мы ставим мизинчик на ноту, соль наношу. Вот. Как бы эти два держатся. И с этими тремя пальцами мы играем удар вверх. Таким образом у нас получается с вами, вот, да, два пальца вниз, один палец вверх, обратно два пальца вниз, и три пальца вместе с нотой соль вверх. Сначала мы это играем очень медленно. Вниз, вверх, вниз, вверх. А потом можем чуть-чуть быстрее там со временем, как бы с тренировкой вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх. И потом просто ЕМ обычные. вот такая дешевка что криво потому что пытаюсь показывать типа вам сюда прям этот в кадр это не очень удобно вот теперь я могу просто показать да вот нормальный темп сейчас попробую с алины спросить алина наверно вы просто или проще всего будет спросить она очень хорошо откликается на такие вещи там всех вас по очереди то есть два пальчика вниз один пальчик вверх потом обратно два пальчика вниз и подставляем соль вверх такие получаются 4 удар попробуй покажем как у тебя вот и потом где после этого это четыре раза играть такая штука да ты рэй ты рэй ты рэй ты рэй ты рэй потом будет быстрее получать сюда сначала не надо от себя требовать большого темпа сначала лучше помедленнее но но потом как бы со временем лучше вот как бы не пытаться знаете как бы там два ну как бы детских резких скачков самое крутое конечно тоже есть у нас в чате долин да есть вот и есть самое крутое конечно если ты будешь потихонечку то подкидывать то сегодня у меня вот так завтра у меня вот так и ты сама по тебе постепенно увидишь как бы динамику да вот а это прям ну прям очень важно чтобы люди поняли что с сегодняшнего дня на завтрашний день еще нет изменений а потом когда ты привыкаешь к этой рутине ты потом оглядываешься так я же тоже все играю сейчас очень удачно сыграл тебя очень классно получается прям как будто ты всегда играла завтра может показаться что ты все забыла в этом случае если вдруг так тебе покажется ты можешь написать в чат и сказать ребят я все забыла кто-нибудь нет я прям я прям может быть полное ощущение ребят может на на сцене у музыканта профессионального возникнуть внезапно посредине произведения такое ощущение что он не помнит что было ну как бы что там дольше нужно делать и над этим приходится много работать как бы поэтому вот то что у вас забывается какие-то вещи и как бы теряется понимание как это делать это супер нормально и лучше в этот момент не сидеть так одному там и грустить а лучше в этот момент конечно вот написать чтобы вас подержал кто-то вот сейчас очень классно сделала про попробую еще раз давайте дальше пробуем кейти попробуй то же самое я мне кажется что ты поняла вот в целом прикол вот смотри то есть вот сначала делай прям при мне делать дар вниз как бы два пальчика то есть а м без без безменного да потом указательный пальчик убираешь а средний оставляешь вверх играешь потом обратно ставишь указательный вниз да и потом эти к этим двум еще прибавляешь соль на третьем ладони да и таким образом так получается два мальчика один убираешь два мальчика микрофон ладно то там просто сейчас окей сделай так еще разок просто все сначала да не я имею ввиду все как бы вниз вверх вниз а еще пока рано мизинчик ты случайно еще должна вниз и сделать как первый в ней да вот теперь все пальчики убери на секундочку так убирает и не не держи все время тем больше ты рассказывал что это там спасти к или что-то такое да вот как бы бывает вот когда спасти к и вдвойне важно значит отпускать пальчики расслаблять их вот поиграла отпустила поиграла отпустила вот чтобы все время чувствовать что ты вот расслабляешь расслабляешь попробуем это уже соль то есть у нас 1 когда мы держим долл потому что на самом деле ребят как бы во всем этом бое главное с ноты на второй струне и на первой струне а как бы действует вот первые три удара мы как бы слышим самую главную ноту помнишь как бы си это открыто 2 а до это когда мы зажимаем вторую и во всем аккорде главное главная роль вот эти ноты играют и соль там еще появляется на четвертом ударе а так получается остальное как бы фон ну попробую еще разочек сейчас девочки счет тоже сыграют как у них получается да но соль она именно вверх идет да то есть здесь да это как бы вниз опускаем до это вверх потом обратно ставим до это вниз и соль это вверх ну как бы здесь эти пальцы они же соответствуют но там еще разочек то попробуем и потом обязательно после урока через некоторое время вот когда немножко отдохнешь ты потом запиши прям желательно сегодня ребят вообще будет очень круто я бы дико рада если после сегодняшнего занятия у нас в чате там появится штук там 56 до записи кто как понял при этом нужно обязательно как сказать сейчас пока сегодня не время вам делать из этого прям такую вертушку тара 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 это будет просто через несколько дней а сегодня вам просто нужно запомнить что это четыре движения вниз вверх вниз и в первом движении там есть но то да во втором движении но туда убирается появляется но то си в третьем обратно но то да и в четвертом и да и соль соль кого мизинчик зажимает соль вот давайте оксана попробует теперь сам попробует потом федор попробуем сейчас попробуем давайте попробуем но боюсь боюсь что-то отель ягодина просто пока да то есть как бы я по тебе буду все поправлять сначала долго или что-то долго вместе там еще на на четвертой струне держится ми на четвертой струне как в аккорде аэм да ты чуть-чуть ручку вот так вот чуть-чуть да чуть-чуть саму кисть вверх и у тебя два звука сначала мин на четвертой струне второй лад и да вот идти потом ты вниз играешь эти два звука зажимаешь потом аду убираешь играешь вверх потом обратно ставишь да и ко всему этому делу прибавляешь соль играет вверх попробуй так сделать я тебя буду управлять по одному удару на каждую как бы на каждое изменение да то есть оксана сейчас не вижу что там да смотрите что надо не не другая до 10 подобнее я тебя в целом вижу значит зажмите 4 лад 2 струны 4 лад 2 струны от господи прости 2 лад 4 струны 2 лад 4 струны да это средний палец будет средний палец и потом указательный палец на да собственно говоря да вот всего два пальца сыграй вниз потом убираешь до средний палец остается и грешки вот смотри вот так смотри так было да а потом до убираешь как бы и играешь вверх уже с до сначала теперь до убираю да ну я слушай ты можешь немножко поправим по мне на эту на просто камеру как бы сделать на левую руку тоже она там да и теперь еще раз с до как ты это делаешь вниз а до у тебя на второй струне точно 2 может плохо зажимаю порода теперь до убираю знаешь что так а ты можешь все сыграть с ноты не 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 открытый когда ты не сжимаешь идеально настроена еще раз эти два пальца и вниз так потом убираешь указательный вверх играешь потом обратно ставишь указательный вниз играешь а вот и потом соль в последний момент и вверх а соль тебе нужно первый ладно ой третий лад на первой струне да ну там у тебя очень сильно 6 бьется как бы она немножко туда вот но у нас там кстати ребята если если что там же видео есть в чате я перед рукам его отправила и вы можете поэтому видео потом еще раз посмотрите а можно вопрос вот написать вот эти годки чтобы я дома самара уже спокойно поезд поиграла ну что зачем ну там ты имеешь ввиду нарисовать как это по аккордам будет типа как это будет по пальчикам так вниз так вверх так ну можно в принципе но ты посмотри видео то что у меня сегодня будет уроки до 10 прямо я могу не сразу это успеть написать и как бы вот пока да да вот посмотрим а вот такие дела так значит кто еще хочет попробовать сыграть а там дети уже сыграла поэтому там просто да там фигурирует нота дону она там не единственная вот но в целом да в целом как бы вот ми там все время стоит получается вот да вот дети ты просто пришли фотку ладно и как бы и мы там попробуем все сделать вот здесь я кто еще хочет попробовать я смотрю там вот у нас кто-то из ребят маша еще не играла да вон фёдор включает все время микрофон и я пусть так у меня в чем проблема в том что у меня первое вроде как получается но четвертое последнее я никак не понимаю как мне корректно поставить палец потому что у меня все сбивается и я пробовал в том что если бы что такая камера попросила мою руку да значит у тебя этот 7-й вообще здесь не играет он не должен играть так пусть камер отдыхает взмянным файлом вы снять вот и ты не должен играть Тебе нужен только средний указатель. Средний указатель. А, все, вы начинаете в культуре. У тебя два, она же здесь, на второй клубе. А вторая клуба у тебя здесь. Вот, и вот это еще здесь двух ножек. Вот, и ты играешь... Попробуй смотреть. Похоже. Вот, значит, смотри. Я до конца уже сразу появилась. Здесь еще и все. Вот так, кто нам говорят, заключается в том, чтобы я могла увидеть тебя, последовать, да? И сыграю вниз. А потом, нет, смотри. Ты только вниз играешь. Один раз играешь с этими пальцами. Вниз. Потом отпускаешь указатель, указатель. И спаляешь вверх. Потом обратно ставлю. И спаляешь вниз. И потом мизинчик. И вставляешь в первую сторону. Соль. Так, вот. Я выводит. Не, дружочек. Не, дружочек. Не, дружочек. Еще раз скажу. Мы рассматриваем пальцы очень медленно. А, красиво. Только один удар взять. Думаю пальцы. Потом, обратно. Один удар. Думаю пальцы. Потом, обратно. У нас какая-то, это два. У нас нет. Нет. Это не то. Это не то вообще. Мы в очень неделе рассматриваем четыре ударов. Треть. Раз, два, три, четыре. У нас нет. Понимаешь? Понимаешь? Ура. Ой. Безымянные двери. Безымянные двери. Безымянные двери. Ты же, Жек! Как? Не, не, не. Дружочек, ты только много делаешь удар. Один только нужно сделать. Серьезно. Ты давай меня потом слайд. Ну, хватит, потому что, знаешь, видно просто, что здесь нужно именно несколько раз присылать, и присылать, и присылать. Причём не один раз тебе придётся прислать, и не один раз рассмотреть моё видео. А, наверное, несколько раз на видео будешь ждать, и он поймёт, что я имею в виду. Вот, это что касается вот этого дела. Плюс тебе нужно придумать, как сидеть, как раскладывать камеру, потому что мне такой трудно тебе помогать, потому что я не буду тебя. А ты сам ещё сидишь не очень удобно. То есть гитару подержим очень удобно, подставка, посадка. Это всё, что мы как раз показали, это важно. И ещё то, что важный момент, крутящийся стол, он очень тебе мешать будет. То, что он постоянно раскручивает положение тебя относительно гитары, и у тебя начинает всё постоянно меняться. А так у нас, мы должны сидеть спокойно, у нас спинка должна быть плюс-минус прямая, плечи должны быть расслаблены. А когда ты сидишь на чём-то крутящемся, то тебе приходится всё время что-то ловить, понимаешь, да? Вот, мне кажется, ты пока ещё само начало вот этого аккорда не очень понял. Ты почему-то там безымянный ставишь, а его там нету вообще. Безымянного пальца в этом аккорде просто нет. Там есть указательный, средний и мизинец. И вот это очень важно на видео посмотреть и присылать, присылать и присылать. Ребят, это значит, что касается вот аккордовой, да, всей этой истории. Тут у нас уже 18.56, мне надо будет сейчас переключаться потихонечку. Вот. А я ещё хотела бы вам, конечно, вас послушать, что касается Gravity Falls. Но как бы тут всего и всех на занятия хорошо не успеть. Вот. Если есть какие-то вопросы у вас по Gravity Falls, то вы можете их задать мне. Я готова на них ответить по одной строчке или, может быть, по двум строчкам. Вот. А если вопросов нет, то просто присылайте. Хорошо? Потому что там схема нот. Вот это наша схема нот. Она у нас под рукой. Вот. Пользуемся мы в песенке Gravity Falls только первыми тремя струнами. Больше ничего не используем. И вот на этих трёх струнах, на первый, второй, третий, мы ищем ля, си, до, ми, ре, ми, соль. Соль на третьей. Ля, си, до, си, ре, ми, ре, до. До, 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 ми, ми, ре, до. Ми, 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 ре, до. До, 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 ми, ре, до. Ми, 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 ми. Соль диез. Это уже в конце. Можно обсудить будет. До, 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 ми, ми, ре, до. Во, 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 ре, соль ми, соль диез. Последние две ноты. Это четвёртый и пятый лад. Но до туда ещё надо дойти. А так всё в основном вот на этой схеме. Вот. В ютубе можно спокойно набрать и посмотреть эту их, как бы эту их штучку. Как она, господи, здесь что у нас есть. Так. У нас есть здесь гравити. Вот заставка получается. Вот такая вот она. Ну, взрослые не очень помнят это дело, но дети, они помнят. И что-то она, видите, тормозит. Может, ютуб уже замедлили. Знавы там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, такого плана она как бы будет, вот, собственно говоря. И давайте я вам ее просто пришлю, как бы ее... Сейчас, ой, ой, с меня все поет. Тут видите, какие-то еще, может быть, давайте я вот этот вариант. Мы сейчас это послушали, а тут я вам в чате к кино, чтобы вы могли послушать тоже у себя, да? Вот, и на этом пока что закончим. Вы просто задавайте мне вопросики, хорошо? Вот, именно по этой мелодии. А так у нас обязательно должна быть с вами и мелодия, и аккорды. Вот, это наше с вами такое поле работы. Вот, всем большое спасибо. Если что-то непонятно на уроке, пишите в комментариях к видео, когда видео выйдет. И жду вас всех на занятиях. Спасибо, до встречи. До свидания. Спасибо большое.